Всё у вас добудет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефана, что оно начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Так говорит Слово Божие. Очень радостно всех видеть в родном собрании. Это самый большой подарок сегодняшнего дня. Все зрители, давайте мы помолимся Богу, чтобы Он поговорил с нами через это Слово Свое. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты восседаешь над троном земли, которую Ты сотворил своей мудростью, Своей любовью, Своим замыслом. Благодарность Тебе за то, что Ты не самоустранился после творения, но активнейшим образом не только хоронишь всю Вселенную в своей могучей руке, но и участвуешь, лично участвуешь в жизни каждого человека. Благодарность Тебе за то, что Ты не отвернулся от Своего творения, когда оно восстало против Тебя в лице наших прародителей, Адама и Евы. Ты не отвернулся от нас, бунтарей, повстанцев, гордецов и самохвалов, но Ты послал Своего Сына, Господа Иисуса Христа, Который взял наш грех на Себя и умер за наши грехи и принял на Себя Твой справедливый гнев, чтобы мы были прощены и были спасены. Мы нуждаемся сегодня, Господи, в том, чтобы Твое Слово, которое мы читали, оно стало живым и реальным для наших сердец. Поэтому просим, чтобы Ты Духом Святым поговорил с нами и даровал нам благодать и не только понять, но и силы Твоей, чтобы воплотить. Господи, Ты сердцеведец, Ты знаешь, кто с каким сердцем сегодня находится на собрании, поэтому пусть Твоя благодать посетит каждого из нас и даруй каждому то, что принесет славу Тебе и пользу Ему. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте свои места. И мы с вами возвращаемся, как уже мы увидели, к изучению нашего первого послания к Оримфинам. Уже не знаю, сколько лет мы его читаем, но точно это последняя глава, но не последняя проповедь. И сегодня нашим объектом внимания будут два стиха, 15 и 16. Помню, как однажды во время одной конференции меня поселили на ночлег в одну христианскую семью. мы сели ужинать вместе с домочадцами. И когда дети пошли спать, то я спросил у родителей, хозяев этого дома, как протекает их жизнь. супруга, посмотрев на своего мужа и получив его такое молчаливое с помощью кивка одобрение, сказала, ну, скажем честно, первые пять лет нашей семейной жизни мы собачились, а потом стали жить душа в душу. Я спросил, а что же произошло? И она ответила, мы стали ближе к Богу, мы духовно подросли, и любовь к Богу помогла нам изменить отношения друг к другу. Их духовная зрелость помогла росту их любви, друг к другу. И в прошлый раз, несколько недель назад, мы с вами закончили наше изучение как раз на 14 стихе, где Павел ясно показал, что христианская зрелость, она обязательно себя проявит в любви к ближним. И любовь – это не только чувство, это больше, чем чувство. Это определенные действия. И когда любовь проявляется, то мы с вами продолжаем расти, расти в зрелости, в духовной зрелости. А духовная зрелость – это не только знание доктрины, понимание истины, но и конкретные поступки, поступки любви, реальные действия. И апостол нам показывает здесь, апостол Павел, он показывает, как духовная зрелость проявляется на практике, или еще лучше, как любовь проявляется через духовно зрелых людей внутри церковной общины. Вот в последующих шести стихах, которые были прочитаны Антоном, апостол делится с нами пятью характеристиками или чертами духовной зрелости. Служение, подчинение, дружба, гостеприимство и признательность. Все эти пять характеристик крайне важны. Крайне важны для того, чтобы достичь духовной зрелости в Боге и вырасти, и развивать наши взаимоотношения друг с другом внутри церкви. И последующие два воскресения мы с вами будем рассматривать все эти пять характеристик. Вообще апостол Павел выходит на финишную прямую этого послания. Он дает последние наставления церкви. И если вы помните, в 9-10 главе он приводил себя как пример, он ставил себя в пример для верующих, что значит быть по-настоящему духовным человеком. И он показывал, что он, апостол, обладая всеми правами, обладая всеми возможностями, обладая Божьим разрешением, отказывается все равно от своих прав и ставит благо других выше своего собственного для того, чтобы им служить. Он даже позволяет себе в 11 главе, в самом первом стихе сказать такое сильное слово «Будьте подражателями мне, как и я Христу». И вот здесь, в конце этого послания он приводит уже не свой собственный пример, потому что вполне логично люди могли сказать «Ну, ты, Павел, ты вообще такой крутой христианин, вообще, в конце концов, ты апостол, у тебя была личная встреча с Иисусом, который вручил тебе апостольство, ну, кто мы такие, чтобы так жить? Это только для особо одаренных, особо уникальных, ну, подобных тебе. Мы всего лишь славсего коринфяне». И апостол Павел приводит здесь, в конце этого послания, пример человека, который живет так же, как и он, не обладая каким-то высоким статусом или положением, не обладая какими-то уникальными дарованиями, не являясь апостолом. И он приводит пример человека, который является членом этой коринфской общины. Я говорю о семье или семействе Стефана. Он показывает, как на примере этого семейства, это мужчины и женщины, взрослые, младшие, наверное, это и рабы, и работники, вот как это большое семейство проявляет духовную зрелость в конкретных поступках любви. И сегодня мы посмотрим на две характеристики духовной зрелости. Во-первых, это стих 15, смотрите, как апостол пишет, «Прошу вас, братья, это не только мужчины, это вся церковь, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начато Кахаи, и что они посвятили себя на служение святым». Итак, мы видим, что Стефан и его семья были первыми новобращенными или первыми спасенными верующими христианами Павла там в Ахай, это провинция, которая, греческая провинция, в которой находился город Каринф. Мы, даже если вы пересетете сейчас на самую первую главу этого послания, то вы увидите, что это семейство тоже упоминается. Первая глава, стих 16, Павел пишет «Крестил я также Стефанов дом, а крестил я еще кого не знаю». То есть, мы знаем, что Павел даже крестил их. Итак, что мы знаем из этого 15 стиха про это семейство? Мы видим, что они посвященно служили. И тут несколько нюансов. Во-первых, это вопрос благовестия. Смотрите, семья Стефана была одной из первых, кто поверил в Евангелие в этом регионе. И Павел увидел в них, увидел в них обещание будущего богатого духовного урожая. Он называет их начаток или буквально первые плоды. Не просто первые новообращенные, но те, с которых Бог начал спасать этот регион. Те, через кого Бог начал действовать в этой местности, они не просто новообращенные, не просто уверующие, но они начаток, первые плоды этой Божьей работы там. Павел даже крестил их и, вероятно, хорошо знал эту семью, и они сообщали ему о жизни церкви также. Итак, дом Стефана стал начатком еще в одном смысле. Он стал начатком в том смысле, что они показали подлинные плоды евангельской веры. Они не просто себя отождествили с верующими, они не просто крестились, чтобы, ну, вдруг сработает, вдруг я, ну, получу какое-то благоволение неба, как многие сегодня наши соотечественники крестятся и не понимают до конца, почему и зачем. они показали, это семейство Стефана показало реальные плоды, плоды подлинной настоящей живой веры. Если бы сегодня в нашем народе те люди, которые называют себя христианами, были таковыми, мы бы испытали бы невероятное духовное обновление. Вот эти люди, это дом Стефанов, они по-настоящему были верующими. Ведь прошло уже немало времени с того момента, как они уверовали, с момента их обращения, и Павел ставит их пример, пример для подражания. И поэтому поместная церковь там, в Каримфе, точно росла не без их участия. И, как мы видели в этом послании, немало людей обратилось к Богу, несмотря на все противостояния и трудности, которыми Павел столкнулся в Греции. Мы хорошо помним, что совсем немного людей уверовало после его проповеди в Афинах, и когда он пришел в Каримф, то столкнулся с серьезным противостоянием или противлением местных иудеев. И тогда он обращается к язычникам, и вот Стефан стал одним из первых, кто уверовал. Вообще можно заметить, что Павел никогда не останавливался в своем благовестии, несмотря на препятствия, несмотря на противление, несмотря на опасности, несмотря на трудности. Почему? Потому что любовь не прекращает жертвовать ради спасения других. Любовь готова отдать себя ради спасения других, подобно как Иисус отдал себя на крестную смерть ради нашего с вами искупления. Любовь всегда делает первый шаг, и любовь готова расстаться жизнью ради спасения других. Это делал Павел. Очевидно, что так же стали поступать эти новообращенные из дома Стефана. Они благовествовали другим, и церковь Каримфа росла. Так происходит сегодня в нашем городе через многие семейства в нашей церкви, подобно Стефановому семейству. И хорошо сегодня задать себе вопрос. Сегодня, кстати, сократили время свидетельств до пяти человек. Хороший вопрос задать себе сегодня. Кому вы сегодня благовествуете? Ведь благовестие это ДНК духовно-здоровой церкви и христианина. Это точно проявление любви к своему ближнему. Самую лучшую любовь, которую я могу дать человеку, это рассказать ему о Божьей любви, которую Бог явил на кресте Голгофы через смерть своего сына. Это самый лучший подарок, который я могу дать человеку, поделиться спасительным Евангелием. Это самая лучшая новость, новость, которая сегодня должна заполнить все мониторы в нашем обществе, которая должна заполнить наше сердце, наш разум. Это то, что Бог возлюбил этот мир и отдал своего сына единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому хороший вопрос для нас всех. Сегодня кому я благовествую? Кто сегодня является частью моей молитвы? Во-вторых, мы видим, что дом Стефана самоотверженно служил уверовавшим Коринфянам. В стихе 15 говорится, что семья Стефана посвятила себя на служение святым. Вообще интересно, что сам глагол посвятили можно перевести как избрали. Они сами избрали, чтобы служить своим братьям и сестрам христианам. Это было добровольное решение. Ими двигала любовь, ведь любовь всегда замечает нужды тех, кого мы любим. И она готова пожертвовать собой ради того, чтобы помочь любимым. Дорогие мои, у нас всегда есть время для любимых людей. У нас всегда есть желание заняться любимым делом. Нас не надо уговаривать, не надо упрашивать, у нас всегда есть сила, время, желание делать то, что любим, делать тем, кого любим. Его всегда замечают нужды тех, кого любят. И семейство Стефана никто не выбирал, никто не назначал, никто не платил зарплату за это. Они не были обязаны так служить, но они служили посвященно, то есть верно, постоянно, последовательно. Им нравилось это делать, потому что они давно бы оставили занятия. если тебе что-то не нравится, ты не будешь это долго делать. Но они занимались этим, и мы видим продолжительное время, с момента, как они обратились к Богу. Они просто отдали себя этому труду. Он стал для них привычным делом, их не нужно было уговаривать, объяснять, побуждать, для них служить верующим стало так же естественно, как дышать. Стефан видел нужду и просто начинал служить. Его не нужно было убеждать или указывать на эту нужду. Он видел возможность и ее использовал. И поэтому важный урок для нас всех. Нам не нужно ждать, когда нам укажут на какую-то нужду. Нам не нужно ждать, когда нас назначат, чтобы мы занимались чем-то. Нам не нужно ожидать, когда нас выберут, чтобы мы стали ответственны за то или иное дело. В христианской общине, в нашей общине много разных нужд. Вокруг нас немало нужды. Мы должны просто начать служить нашими способностями, дарованиями, там, где мы видим нужду или там, где мы видим возможности. «Посвятили» один из самых выразительных переводов слова «посвятили» или «посвященный» это «пристрастились». Пристрастились. Семья Стефана буквально пристрастилась к служению святым. Это была, если хотите, их зависимость. Сделать что-то хорошее для верующих. они не могли поступить иначе и поступать иначе. Вообще из ассоциации с наркотиками термин зависимость не является конечно положительным, не несет такую положительную лексическую нагрузку, но он хорошо описывает служение этой семьи, семьи Стефана, о которой говорит здесь Павел. Ведь вообще сам апостол, апостол Павел был зависимым человеком от служения Господу. И он целенаправленно призывает всех здесь, коринфям, всех своих читателей, а значит и нас с вами быть такими же, как и он. Павел жаждал совершать труд Господень. Это стало его привычкой, настоящей страстью его сердца. Чем больше он служил, тем больше он испытывал побуждение служить. Его стремление угождать Господу и проставлять его всем, что у него было, приводило к тому, что апостол недовольствовался достигнутым. Он хотел сделать лучше, он хотел сделать больше, он хотел двигаться дальше. Он стал зависимым от служения Господу, чтобы просто функционировать. Он не мог нормально жить, если бы не был занят каким-то нужным делом для Бога, для народа Божия, церкви, для неспасенных людей. Он не занимался постоянной выверкой, ну как бы я бы не перетрудился, как бы и не чересчур много сделал для своих ближних во славу Божию. Он просто жил этим. Помните, как он говорит верующим в Филиппах такие слова, это первое послание к филиппийцам со стиха 21-го, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь во плоти доставляет плот моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Вы слышите, дорогие, он хочет жить на небе, но готов остаться на земле не потому, что он не посетил все страны, все курорты, не потому, что он не испытал еще все удовольствия, не потому, что он не успел получить ту или иную вещь, не потому, что он не оказался там или здесь, а потому, что он может послужить своим братьям и сестрам. То есть, его желание быть живым на земле связано не с ним, а связано с тем, чтобы позаботиться и сделать благо, принести благо, сделать добро тех, которые являются его братьями и сестры. Совсем другая логика, совсем другая парадигма жизни, но это самая счастливая парадигма жизни. И апостол Павел многократно показывает нам, что только те, которые живут во славу Божию ради блага других, только те испытывают подлинное удовлетворение, счастье, наслаждение жизни, в отличие от тех, которые живут ради себя и никак не могут напитать свою душу, никак не могут испытать удовлетворение, никак не могут найти подлинного счастья, потому что в центре их мышления они сами. Но как только там оказывается Господь и мои ближние, что-то невероятное происходит со мною. Бог дает мне испытывать удовлетворение. Бог дает мне испытывать наслаждение. Бог дает мне испытывать подлинную радость. Ибо блажение давать, говорит Иисус, нежели принимать. Я уверен, что если бы Павел попытался остановиться и расслабиться на какое-то время от труда Господу ради ближних, то у него бы появились настоящие признаки ломки, как у наркомана, как у зависимого человека. Но Павел не был трудоголиком. Трудоголик это тот, который работает ради работы. Да, он был зависим от служения, но из-за любви. Из-за любви к Богу и своим ближним. Он искал удовольствие не в работе. Он нашел его в Господе и поэтому служил своим ближним. Мы служим не из-за страха, не из-за чувства вины, не по принуждению или из-за человеческих амбиций. Нам не движет не тщеславие или желание успеха, но наше служение выходит из нашего сердца. Сердце полного благодарности Богу за спасение и любви к нашим ближним. Другими словами, когда вы любите, то вы просто не сможете не служить. Для любимого человека или любимого дела у нас всегда есть время, силы, деньги, средства, желания, возможности. И поэтому хороший опрос задать себе. Насколько я люблю сегодня Бога, чтобы служить Ему? Ведь на самом деле подлинное служение, служение, которое принимает Господь, это то, которое выходит из сердца любви к Нему и ближним. Если я люблю, я не смогу не служить. В-третьих, мы видим, что это было бескорыстное служение. Дом Стефана посвятил себя служению святым. Они отделили себя для этой цели. Они были полны решимости служить. Это было добровольное, охотное служение. Оно не совершалось по принуждению. Это было радостное даяние. Они наслаждались служением, наслаждались заботой о других. Они решили для себя так жить, чтобы быть полезным верующим. Знаете ли вы таких людей? Церковь очень нуждается в таковых людях, которые не ищут положения или признания. Люди, которые просто хотят быть полезными Богу, бескорыстно служа Его народу ради Его славы. Часто это люди за сценой, люди за кулисами, люди, которые не стоят здесь на виду, люди, которые не ищут популярности или известности или признания. Бескорыстные люди, которые предпочитают оставаться незаметными. Люди, которые просто видят нужду и делают все, что в их силах, чтобы восполнить ее. Это люди, которые знают свои дарования, знают свои ограничения, свои возможности. Они не привлекают внимания к себе, они просто занимаются тем, что используют, что им Бог дал, чтобы любить, созидать, служить. Это по-настоящему самоотверженные люди, которые искренне заботятся о других больше, чем о себе. Ведь подлинное служение Богу – это всегда самоотдача ради других во славу Божию. Дорогие мои, я не должен думать, что именно служение принесет мне удовлетворение, потому что служение – это трудный труд. Но я нахожу удовлетворение в Боге и поэтому служу своим ближним. И поэтому я готов пожертвовать своим ради ближнего, потому что я увидел, как Иисус пожертвовал своим, пожертвовал славой небес собою, чтобы отдать мне всего себя ради вечности. Вообще, греческое слово служение, оно звучит диакония, из него именно появилось слово диакон, которое просто означает слуга. Именно это слово используется здесь в 15 стихе. Диакония, может быть переведена как служение или просто как служба, обслуживание, сервис. Другими словами, христианское служение – это служба. И христианский труд – это служение. И такое служение включает в себя широкий спектр возможностей от физической помощи до наставления в истине. И, вероятно, так и поступало семейство Стефанова по отношению другим верующим. Кому-то оно просто оказывало материальную поддержку, а кому-то оно давало какое-то духовное наставление. Вообще, любой вид христианского служения, даже включая руководство общиной, требует, чтобы мы заботились о других подобно слуге или подобно рабу. Именно об этом говорил Господь Иисус, и мы читаем Матфея 20 главу, стихи 26 по 28, Матфея 20, 26, 28, Иисус говорит ученикам Своим, «Но между вами да не будет так, а кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, и кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поэтому здесь есть еще один урок для нас. Нам всем разумно молитвенно поразмышлять над примером Христа, Его словами, и, вероятно, многим из нас нужно еще пройти долгий путь, прежде чем мы по-настоящему поймем, что такое служение, как его совершать. Ведь именно только такое служение, смиренное, подобное слуге, подобное рабу. Оно угодно Богу, и оно подражает примеру нашего Спасителя в Его любви, жертвенности и посвященности всем нам. Так это первый признак духовной зрелости, служения. Есть второй признак, который в этом тексте находится, это подчинение. Стих 16 или повиновение. Смотрите, апостол Павел говорит, «Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Слово «почтительны» оно буквально переводится как «повиноваться или подчиняться». Здесь больше, чем уважение. Здесь послушание, покорность. И Павел указывает здесь на вторую черту духовной зрелости верующих это взаимное подчинение, особенно, особенно таким верным, добрым примером. Итак, здесь несколько нюансов, которые хотелось бы отметить. Во-первых, это подчинение как проявление любви. Апостол показывает в этом стихе, что одно из верных проявлений любви к другим верующим это будет наше подчинение или повиновение им. Конечно, не в каких-то прихотях или грехах, но в служении и заботе о них. Но почему любовь является проявлением, ну или как бы, почему любовь может проявляться через покорность? А вот почему. Когда ты подчиняешься другому, то ты не борешься за свои права, за свои привилегии, за свое признание, но ты стремишься следовать примеру благочестивых служителей, примеру Господа Христа, который, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя и смирил себя до смерти крестной. Тем самым, когда я так поступаю, я проявляю подлинную любовь, подобно, как это сделал мой спаситель Иисус. И тогда я смогу смиренно служить моему окружению. Взаимное повиновение верующих друг к другу предотвращает многие конфликты, ссоры, обиды в церкви. Повиновение делает детей Божьих счастливее, делает их продуктивнее, труднее Господнем. Они не тратят время на споры, кто главнее и важнее. Они просто вместе трудятся, взаимно подчиняясь друг другу. Повиновение показывает, что мы любим Иисуса и любим других. К сожалению, идея повиновения стала весьма чуждая не только в нашем окружающем обществе, но она даже стала какой-то неприятной вещью даже в христианской среде. Но единственный способ уходить Богу и жить по-христиански это быть покорным. Неудивительно, Писание называют часто покорились вере. Покорные не из-за страха, покорными из-за любви. Кстати, это слово повиновение употребляется 39 раз в Новом Завете. Я приведу несколько примеров. Например, послание к Эфессиным, 5 глава, стих 21. Все верующие призваны покоряться друг другу или повиноваться друг другу. 22 стих Жены должны повиноваться своим мужьям. 6 глава, первые три стиха Дети должны повиноваться своим родителям. Евреям 13 глава, стих 17. Мы еще к этому придем. Снова община должна повиноваться своим пресвитерам. Тит 2 глава, стих 9. Работника повинуется своим работодателям. Римлян 13 глава, 1 стих Верующие повинуются государственным законам. Но если они не противоречат Божьим законам, Иакова, 4 глава, стих 7. Христиане призваны повиноваться Богу. Ну и, наконец, римлянам 8.7. Святые, то есть мы с вами верующие, должны повиноваться Слову Божьему. Повиновение или подчинение это нечто естественное для христиан. Каждый из нас должен повиноваться своим окружением в тех отношениях, которые Бог нам описывает ясно в Своем Слове. Подчинение, то есть почтение, сотрудничество, преданность, смирение, уважение должно присутствовать во всех отношениях, где мы с вами оказываемся, в каком месте бы ни оказались. Ну, что это значит покориться на практике или покоряться на практике? Сам глагол подчиняться, как у нас он переведен, почтительный, используется здесь для обозначения отношения христианской общины к тем, которые трудятся, посвященно среди них. Это значит подражать, следовать, подчиняться другому в соответствии со Словом Божиим и во славу Божию. Итак, Павел как-то сказал 11 глава, 1 стих нашего послания «Будьте подражателями мне, как я Христу». О послании к евреям мы читаем 13 глава, стих 17 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». А Иисус однажды сказал это Лука 6, 40 «Ученик не бывает выше учителя своего, но усовершившись будет всякий, как учитель его». Вот смотря на все эти тексты, смотря вот так вот обзорно на все эти 39 употреблений слова «повиновение» или «подчинение» этого слова из 16-го и 16-го стиха, становится понятна одна вещь. Нам разумно, буквально каждому из нас, разумно найти того, кому мы будем повиноваться, чтобы достигать духовной зрелости. того, с кого мы могли бы брать пример христианской жизни, который и которые сами являются пример покорности Богу и Его Слову. Правда, не ищите идеального примера, не ищите идеальных и совершенных людей, просто потому, что их нету, только Иисус был идеальный, совершенный, безукоризненный, безгрешный, но ищите тех, которые стремятся искренне подражать и угождать Христу. Особенно, я скажу, тем, которые думают, что они являются примером. Вам также нужно учиться быть покорными, иначе вы перестанете быть таким примером. Интересно то, что современные коучеры или менторы и менторы в окружающем нас мире рассказывают людям, как раскрыть свой потенциал, как найти свой потенциал. Ну что, в принципе, неплохо помочь человеку разобраться в себе. Но Библия показывает, что суть подлинного наставничества это не помочь человеку найти себя и понять себя, а уподобляться Христу. Ведь только, когда я уподобляюсь Христу, я становлюсь не лучшей версией себя. Для Бога это мало. Я становлюсь подобным лучшей личности во Вселенной, Господу Иисусу. И тогда мой потенциал не просто будет раскрыт, но будет реализован по-настоящему во славу Божию и на благо ближних. И я испытаю такое удовлетворение, которое я никогда не испытаю от самореализации, сколько бы я этого не делал. Вот почему подлинное наставничество, оно не про нас, хотя оно для нас, оно про Христа, уподобление Ему. И настоящий наставник, он не просто заботится о том, чтобы ты раскрылся, но чтобы ты раскрылся в Боге. Потому что там красота, там потенциал, там сила, там Божья благодать, там Божие благословение. И когда мы подчиняемся, то мы учимся и духовно взрослеем. И тогда мы даже дарим любовь тем, которым подчиняемся. Как мы можем показать любовь, когда подчиняемся друг другу? Ну, во-первых, само повиновение другим подтверждает то, что мы верим, почитаем, доверяем Божьему Слову и Богу Самому. И оно говорит о нашем смирении перед Ним. А как известно, Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. Во-вторых, повиновение, оно дарит любовь, потому что оно вручает доверие в руки тех, кто несет ответственность за нас перед Богом. Третьих, повиновение, дарит любовь, потому что оно осуществляет будь то лидерство в семье, воспитание детей, руководство семьей, пасторскую заботу, управление церковью или предприятием, оно осуществляет с радостью, а не со страхом или воздыханием, как мы читали в послании к евреям. Кроме того, подчинение благочестивым людям приносит невероятные преимущества. Я даже смотрю на свою собственную жизнь, когда я подчинялся другим, то это уберегло меня от многих ошибок. Мне это помогло жениться на прекрасной женщине, подруге моей жизни, Татьяне. Это привело меня к прекрасному служению в РБЦ. И эти люди поделились со мною многой мудростью, которая помогает по сей день при принятии многих ключевых решений в моей жизни. Повиновение, друзья мои, это ключ к успешному служению и к благословенной жизни. Так, кому же мы должны с вами подчиняться? И Павел четко дает ответ здесь. Мы все призваны подчиняться тем, кто доказал свою покорность Христу. И стих 16 добавляет, подчиняйся всякому, кто служит до изнеможения, в служении вместе с тобою. Поэтому хорошие вопросы сегодня для нас. Починяетесь ли вы сегодня? Вообще, хоть кому-то подчиняйтесь. Подчиняетесь ли вы тем или иным лидерам служений в нашей церкви? Признаете ли вы их руководство или ставите себя выше, говоря, ну, я подумаю, нравится мне это или нет? Что мешает вам проявлять уважение к ним? Каким образом вы можете почитать их сегодня во славу Божию? Как говорит здесь Павел. Апостол говорит нам или показывает нам, что подчинение крайне важно, чтобы расти духовно и дарить любовь другим. Без подчинения не получится подарить любовь. Без подчинения не получится вырасти духовно. Второй момент здесь в этом стихе это уметь признавать других. Как мы узнали из этого послания, у коринфян точно была проблема с подчинением любой власти. Потому что они каждый считали себя чуть ли не центром вселенной. Они соперничали друг с другом даже в духовных вопросах. Они проявляли упрямство и нередко высокомерие. Многие в церкви желали поступать только по-своему и ради собственной выгоды. И вот слова апостола Павла в этом стихе чуть ниже даже по 18 должны были заставить их увидеть ценность и значимость менее заметных и не таких ярких служителей Христовых. Показать им что такое настоящее духовное лидерство и указать им на важность покорности другим верующим. Напомнить им что настоящее христианство это думать о других а не о себе. Кстати заметьте в этом тексте в этом самом тексте нет никаких указаний на то что Стефан был пастором или даже церковным служителем. Павел даже не делает акцента на его статусе или положении в церкви. Хотя вероятно он был одним из лидеров церкви ну как минимум был лидером малой группы которая собиралась у него дома. Но Павел показывает его как обычного христианина с необычной необыкновенной любовью. Это Божья любовь. Это не то что Стефан сгенерировал в своем сердце. Это то что Бог ему дал когда он покорялся ему. Поэтому заслуживает уважение как и другие служители пасторы лидеры. Служение а не статус должно быть основанием для уважения в церкви. Вообще взаимное подчинение верующих друг другу всегда является верным признаком того что они ходят в Духе Святом. Они покоряются к Богу. Признание других а не поиск уважения к себе является проявлением духовной зрелости. Признание других а не только поиск чтобы признали тебя. Поэтому спросите себя сегодня такие простые вопросы. Легко ли вам принимать лидерство руководство тех кто не обладает высоким статусом в церкви? И давайте еще усилим лидерство того кто в ваших глазах по каким-то человеческим параметрам ниже чем вы ну хотя бы просто ниже ростом чем вы ну который может быть не так красиво одевается как вы не так много зарабатывает как вы ну нет у него дипломов или не так он умеет Библию изложить как вы но вот можете ли вы принять руководство лидерство человека который в ваших глазах хуже чем вы я помню как один приезжий отказался приезжий брат надеюсь что брат отказался проходить программу основы веры до конца потому что ее вел какой-то новообращенный по имени Ярослав ну вы знаете какой Ярослав кстати Ярослав ты в церкви здесь на собрании я не вижу на основах веры да он сейчас а вот он о слава богу если этот бьют меня сателлиты я не видел так вот Ярослав про тебя это который в церкви тогда был всего лишь навсего 5 лет тогда как у этого брата был церковный стаж уже 15 ну чему вот этот вот юнец сможет научить меня слово Павла о важности почитать таковых крайне необходимо ведь нередко добровольные усилия одаренных мужчин и женщин братьев сестер не почитаются другими с радостной благодарностью и надо признаться честно порой вызывают недоверие и даже зависть и это надо честно тоже сказать вызывает ну трудности затруднения в конце концов в их служении не все легко преодолевают такую неблагослонность и противление третий момент это служащее лидерство и мне хотелось бы сказать об этом особенно братьям и не только им но прежде всего тем которые занимают какие-то лидерские позиции Павел приводит пример семьи Стефана чтобы показать как должно выглядеть духовное лидерство он призывает верующих быть подчинению таких как они вот наше общество которое мы живем оно желает видеть лидерами людей которые контролируют ситуацию которые проявляют решительность силу активность которые умеют хорошо говорить которые хорошо выглядят но вот у Павла в этом тексте совсем другая точка зрения что должно происходить в церкви и это соглашуется с тем чему учил Иисус Евангелие от Луки я уже с другого текста прочитаю то что говорил Господь 22 глава Евангелие от Луки стих 24 был же и спор между ними между учениками Христа кто из них должен почитаться большим знаете вообще это страшные слова честно говоря потому что даже не потому что они об этом говорили о том кто из них главнее это уже как бы не очень хорошо а то что контекст когда они это говорили Иисус только что взял хлеб и сказал сие есть тело мое за вас ломимое потом сия чаша есть кровь моя которая извивается для прощения ваших грехов он сказал им что он собирается пойти на крест что его предадут и распнут а они спорят о том кто из них больше главнее и важнее 25 стих этой главы 22 Луки он рассказал им цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются а вы не так но кто из вас больше будь как меньший и начальствующий как служащий ибо кто больше возлежащий или служащий не возлежащий ли а я посреди вас как служащий иисус иисус говорит совсем о другом лидерстве его власть это не авторитарное руководство сверху вниз типа ты служишь мне ты обслуживаешь меня ты выполняешь мои приказы ты делаешь то что тебе я скажу его лидерство это смиренное сердце ориентированное направленное на других любящее служение другим а не забота о своем комфорте о своем продвижении о своем авторитете о своем успехе о своем статусе о своем имидже семья Стефана была реальным примером того как это выглядит и Павел увещевает коринфян добровольно подчиняться таким людям этим и всякому подобному соработнику и Христову труженику мы кстати встречаем в другом послании Павла послание к филиппийцам пример еще одного соработника церкви который приносил большую радость апостолу который служил в его нуждах и которого также следовало почитать и которому следовало подражать филиппийцам вторая глава это пример Эпофродита я читаю с 25 стиха филиппийцам вторая глава 25 стих впрочем я почел нужным послать к вам Эпофродита брата и сотрудника из подвижника моего какие мощные слова Эпофродит был членом филиппийской церкви а вашего посланника и служителя в нужде моей потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том что до вас дошел слух о его болезни ибо он был болен при смерти но Бог помиловал его и не его только но и меня чтобы не прибавилась мне печаль к печали кстати видите Павел скорбел Павел он печалился он не был какой-то такой знаете толстокожий сфинкс который ничего не чувствовал он был живым он был реальной личностью он служил из любви и он печалился из любви посему я скорее послал его чтобы вы увидевшие его снова возрадовались и я был менее печален примите же его в Господе со всякой радостью и таких имейте в уважении ибо он за дело Христова был близок к смерти подвергая опасности жизнь дабы восполнить недостаток ваших услуг мне и по фраз как и Стефан был самоотверженным слугой ставил других выше себя восполняя недостающие и принося радость тем кому служил он был братом соратником товарищем по служению с апостолом Павлом и так мой брат особенно мой брат какой ты сегодня лидер если бы сегодня спросили тех которые находятся в твоем служении в твоем окружении в твоей малой группе то как бы они описали тебя на что ты опираешься в своем лидерстве на служение другим или на свой статус требуешь ли ты себе статуса чтобы начать служить ищешь ли ты что же тебе предложит церковь чтобы это тебя как бы удовлетворило и ты тогда бы стал бы служителем и ты просто служишь потому что любишь Божий народ даже не имея никакого статуса даже не имея никакого предложения но в конце концов Бог тебе уже предложил спасение что еще больше тебе может предложить церковь и когда я слышу но мне не предложили причем здесь мы когда Иисус уже предложил себя в жертву ради нашего искупления твоего и моего уже достаточно чтобы начать служить смиренно служить другим покорность любому христианскому труженику не приходит по причине его роли или положения в церкви общественного признания или социального статуса она приобретается благочестивым характером и смиренным верным служением кстати кажется здесь в этом тексте есть игра слов уж позвольте мне воспользоваться немного древнегреческим текстом но слово посвятили это на греческом звучит как тассо а почтительные или покорные это упас тасса вот Стефан и его домашние в числе которых вероятно входили мужчины женщины свободные рабы они упорядочивали и организовали или организовали то есть тасса свою жизнь так чтобы посвятить ее служению божьему народу большему служению и Павел пишет что коринфяне должны подчиняться хупостаса таким людям и всем кто участвует в служении то есть соработникам которые показывают пример такого труда вообще намного легче покоряться смиренным труженикам чем самоуверенным активистам поэтому здесь три финальных наблюдения смотрите вместо статуса или титула павел используют два депричастия которые описывают его евангельское служение не только его но и остальных людей в этом шестнадцатом стихе во первых он говорит содействующему цунергос содействующему то есть работающему с кем-либо работающему вместе сотрудничаем сотрудничающему и так Павел употребляет этот термин вообще он любит этот термин очень сильно соработник синергос много раз в его посланиях мы встречаем это слово по отношению к мужчинам и к женщинам которые трудились вместе с ним и вот некоторые из этих соработников Павла и они будут давать ссылки из писания просто имена Прискила и Акила Урбан мы его помним послание к римлянам Тимофей Тит Ипофродит Еводия Синтихия Климент Аристарх Марк Юст Филимон Марк Аристарх Лука и к этому списку мы можем добавить Стефана и чуть позже будем изучать Фортуната и Ахаика многие из этих людей они не были церковными служителями официальными пасторами церквей поэтому еще раз подчеркну этот урок для нас нам не требуется обрести какое-либо значимое положение в церкви или получить какое-то официальное назначение чтобы начать служить и быть подлинными служителями Евангелия служащими Христу его церкви другим людям мы можем начать служить прямо там где мы есть сейчас как это делали братья и сестры из дома Стефана потому что мы не ищем положения или признания мы ищем возможности проявить любовь через служение во-вторых второе причастие причастие это трудящемуся это говорит о серьезном труде о посвященном труде о труде до изнеможения о нудном труде именно это слово апостол использует для описания своего служения и служения других людей и соработников которые были с ним например в нашем послании главе 15 стихе 10 он пишет так 15-10 1 коринфянам но благодатью божию есть то что есть и благодать его во мне была тщетна но я более всех их потрудился вот наше слово не я впрочем а благодать божия которая со мною вот некоторые люди рассматривают служение в церкви как такую знаете религиозную карьеру но служение означает просто служба служба причем она скорее всего будет болезненная некомфортная и просто тяжелая ведь слово трудиться оно буквально означает изнемогать или чувствовать усталость служение другим особенно служение тем кто недоволен всегда имеет свое мнение легко обижается оно очень огорчает и утомляет тех которые им трудятся это я уже как пастор говорю из своего личного опыта хотя это служение приносит вечную награду но оно может быть по-настоящему изнуряющим и истощающим если бы не Божия благодать как здесь пишет Павел впрочем не я но благодать Божия которая во мне мне кажется все бы пасторы давно бы уже померли и не только они и сам Стефан и весь его дом христианский труд это не всегда праздник в основном это рутина непростая важная но изматывающая тяжелая работа но мы с вами находим радость невидимой картинки не во вдохновляющих мероприятиях а в том что можем служить нашему Господу заботиться о наших ближних мы можем проявлять любовь к нашим ближним по причине Божьей любви вот где наша радость радость не в том как они отреагируют важность не в том признают ли нас и скажут ли нам спасибо радость в том что я могу что сделать для Бога своего потому что он сделал для меня все он отдал себя самого смотрите как Павел пишет будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому ко всякому содействующему и трудящемуся то есть он говорит вот таким тружеником можешь стать и ты и ты мой читатель и ты мой брат и ты моя сестра ты тоже можешь стать таким ко всякому содействующему и трудящемуся этот список не ограничен только теми кого Павел уже упомянул всегда можно присоединиться всегда можно начать никогда не поздно встать на такой путь подлинного счастья и радости, хотя он и приносит много трудностей. Павел ясно говорит здесь, что люди, подобные Стефану, те, кто усердно трудятся, посвященные служению, заслуживают уважения, почтения, прямо как и говорит наш отрывок. Поэтому вот еще один урок для нас. Братья и сестры, нам нужно уважать, почитать и быть покорными, признавать тех, которые трудятся в наших общинах или через нашу общину, не только тех, кто занимает официальные какие-то позиции, какое-то положение, но и всех тех, кто незаметно, но верно трудится, помогая нам ради Божьей славы, ободряя, наставляя, просто физически помогая. Поэтому вопрос такой надо задать сегодня всем нам. Как сегодня вы, вот лично вы, я просто точно такой же задаю и себе, не просто мы и как бы никто, а вот ты и я, как сегодня, ты и я, вы можете показать свою благодарность и признание тем, кто верно служит Христу в его церкви и через нее. Как вы можете сегодня это сделать? Знаете, это хорошо так сделать. В церкви, даже в церкви, есть немало утомленных, израненных душ, которые нуждаются в том, чтобы их освежили простыми поступками доброты, словами, общением, каким-то более глубоким духовным наставлением. И нам нужно больше таких людей, которые посвятили бы себя служению ближним не причине своего положения или официального статуса, а потому что они просто движимы Божьей любовью. И как это было у семейства Стефана. И вот еще одна деталь. Такая, знаете, необычная деталь, но она вот финальная деталь. Но она интересная. Я назвал ее «не пренебрегать старичками». Не той малой группой, которая у нас есть, молодые старички. По-моему, они уже переименовались. Это моя группа, в которую я хожу. Они такие все энергичные, мощные, потрясающие. Но у них и в кавычке они были старички. Но и у меня тоже в кавычках «не пренебрегать старичками». Смотрите, в 15 стихе Павел говорит, что эта семья или это семейство стало первыми из обращенных в той провинции. Среди поколения верующих, первого поколения верующих, они стали известны своим верным служением Богу, Его народу, церкви. Они были теми, кто сделал нелегкий труд, особенно формирование церкви, первые шаги. Они, подобно другим соработникам, отдавали себя на этот нудный, тяжелый, истощающий труд, содействуя продвижению Евангелия в своей местности. И было бы неправильно не оказать особого почтения тем, кто принимал в церковь новых христиан, поддерживал их, помогал им утверждаться в вере после крещения. Очень легко забыть о верности и лидерстве старых членов церкви. Особенно, когда подключаются к служению новые, помоложе, поактивнее или просто совсем новые люди. Павел пишет, «Почитайте дом Стефанов не только потому, что они делают и будут делать, но потому, что они уже сделали, показав себя верным и посвященным семейством». Дорогие, нам важно замечать Божью работу в нашей среде. Важно. И не забывать, через кого Бог это совершал. И для того, чтобы воздать почести людям. Хотя здесь Павел говорит, «Почитайте, проявляйте покорность, уважайте таких людей, но помните о том, что мы одна Божья семья. Поэтому мы ценим друг друга не только за то, что мы получаем, но и за то, что мы есть друг у друга, и за то, что Бог делает для нас через друг друга». Иначе, знаете, люди постарше, или которые подольше трудятся в церкви, кто давно в церкви, они могут ощущать себя как бы отработанным ресурсом, но которые попользовали и выбросили на свалку истории. Как только они, не знаю, сбавили обороты, или появился кто-то более способный, или какие-то обстоятельства у них изменились. Ну, как говорится, спасибо, вот вам букет и до свидания. Нет, мы не оцениваем друг друга через письмо, что мы делаем. Мы относимся друг к другу через письмо того, что сделал Бог для нас на кресте, и Бог сделал через нас в нашем собрании. В конце концов, зрелые христиане, они не спрашивают Бога, «Что же ты для меня сегодня сделал?» Они любят другого человека, потому что Иисус сделал все для него. И поэтому они служат ближним. Получают ли они что-то от него, или не получают? Получили ли они что-то в прошлом, или нет? А если получили, то они благодарны. Поэтому Павел увещевает и просит коринфян так же поступать, как и другие любящие, зрелые верующие. Он говорит, «Будьте и вы!» Ведь проблема размежевывания, конфронтации внутри верующих там, в коринфе, это была их духовная незрелость по причине того, что они просто не любили. Они любили себя, но не Бога и своих ближних. А это стандарт. Ведь любовь ведет духовной зрелости. А только духовно зрелые люди способны прощать, способны служить, способны по-настоящему созидать единство в общении. Понимаете, общая работа не созидает единство. Если люди незрелые, они перессорятся. Вот почему приходится решать порой конфликты в семьях. Общая цель не созидает единство. Но когда люди растут в Боге, когда они ближе движутся к Богу, тогда они становятся более зрелыми. И тогда они могут созидать единство, потому что любовь, как говорит Петр в своем первом послании, покрывает множество грехов. Она покрывает наше несовершенство. Потому что мы взаимно подчиняемся друг другу теперь, принимаем друг друга и любим. Не из-за того, какие мы, а из-за того, какой Иисус. Что Он сделал для нас и делает в нашей жизни сейчас. Давайте помолимся, дорогие. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за Твое живое слово и за прекрасные примеры нашего брата Павла, которого мы изучали уже столько много лет. Его пример посвященности любви к Тебе, его жажды и страсти прославлять Тебя и решать Твое царствие. И благодарность Тебе за примеры таких вот, казалось бы, неприметных, простых людей, подобных нам, как наши братья и сестры из семейства Стефанова. Господи, благослови нас. Ты знаешь, в чем, кому из нас нужно исправиться. Благодарность Тебе за то, что Ты принял нас и ведешь нас в небо не по тому причине, что мы стали совершенными, а потому что у нас есть совершенная праведность Христа. Но именно по этой причине мы желаем все больше угождать Тебе, преображаться силою Твоею, чтобы лучше проявлять любовь к нашим ближним. Господи, Ты знаешь, в чем кому нужно исправиться, даруя благодати и помощи. Господи, благослови, чтобы наша церковь была наполнена такими семействами, подобными Стефану, и чтобы мы могли служить друг другу, подчиняясь друг другу, покоряясь друг другу, превознося имя Твое вместе. Также в этот город был наполнен Твоей спасительной истиной, и люди могли глазами своими увидеть проявление настоящей любви. Господи, благослови нас, ибо в этом есть подлинное наше счастье и радость жизни. И позаботься о всех нуждах и каждого, у кого какие есть, и пусть наши нужды не станут главной причиной, почему мы встаем с постели, но чтобы Твоя слава и нужды наших ближних стали нашим главным мотивом дальнейшей жизни. Да будет имя Твое благословенно ныне и в веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова